Слава Господу! Что однажды Бог нашел каждого из нас. Когда Дмитрий еще предложил поучаствовать в служении, я никогда не свидетельствовал, как я пришел к Богу. Как-то лежит на моем сердце поделиться. Родился в неверующей семье. Никогда не говорили мне о Боге. Я не слышал, что есть Бог в Россоветской системе, был пионерами комсомольцев. Меня мама называла вообще такой, ты какой-то несчастливый, ты вечно куда-то влезешь. В кипятке был обварен, собаки меня рвали, со второго этажа падал, но выжил. Ребенком в лес, куда только можно влезть было. И всегда в моей жизни хотелось, чтобы был кто-то такой великий и сильный, кто мог бы о тебе позаботиться и сохранить тебя. В классе шестом, наверное, или седьмом, когда я засыпал, я впервые подумал о смерти. Я думал, Господи, смерть, про Бога не говорил, думаю, смерть как сон, заснул и нет тебя. И моему сердцу стало тоскливо, и смысл жизни вообще потерялся. Смысл, зачем жить? Ребенок такой, кажется, живи и радуйся. Но смысл ушел жизни абсолютно. К чему жизнь? Солнца не увидишь, маму не увидишь, сестричку тоже. Тоска. Как-то со временем у нас все это затухло и ушло. Ушел в армию, попал в воздушно-десантные войска, и о Боге тоже не знал. Никто никогда мне не говорил ни о Библии, ни о том, что есть христиане верой евангельской, что баптисты, не слышал, вообще ни с кода не соприкасался. Но в армии как-то особенность, что есть тот, кто меня хранит. При десантировании ребята ломали ноги, у меня все сходило. За всю жизнь, при всех моих таких сложных ситуациях, в жизни у меня нет ни одного перелома. Слава за это Господу. И как-то уже будучи уверующим, когда уже покаялся, и Господь коснулся моего сердца, однажды Господь сказал пророческим словам такие слова. Я был с тобой всю твою жизнь. Только ты этого не замечал. И какая великая милость Божья, что Бог простирает свое благоволение каждому живущему на этой земле. И уже когда я уволился с армии, я впервые в поезде встретил верующего человека. Это был наш брат, он был Савацевич, уже брат, он Савацевич, и ехал домой. Я выходил в Баранович, и для меня это новость, человек верит в Бог. Как это может так быть? Так повернулась моя жизнь, что когда только я уволился, я стал понимать, что уже в армии, что есть Бог, что кто-то хранит, кто-то заботится. Звоню маме, говорю, мама, вышли крестик? Я верующий. Тайно под одеялом, я уже говорил, молитву отчина, аж молился о себе, о родных переживал. Ну, был как все, поступал так же сам. И вот в армии впервые я понял, что есть кто-то такой сильный, уволился с армии, мама, как раз началась свобода, перестройка, мама Библию купила. Мне стало интересно, вот интересная такая книжка, говорят, такая умная, все в ней есть, но как-то она мне не читалась. Ну, понимая, что есть Бог, в ларьке купил такой маленький брелок, там Христос и Дева Мария на той стороне, но я верующий уже, уже я верующий. И однажды еду на работу и встречаю своего товарища, с которым работали до армии, Володю Филипповича, он уже тогда покаялся, был такой ревностный. И говорит, вот я до молитвы хожу, я верующий. Я говорю, я верующий, показываю ему брелок, вот мое свидетельство, мои веры. Говорит, нет, приходи. И как-то так получилось, что как раз это было перед вербным воскресеньем, приехала моя бабушка, которая, ну, подтолкнула меня к этому. И брат мой двоюродный пришел, и возле радуги Миша Кеба тогда литературу раздавал. Молодой был тогда еще. И говорит мне тоже о Боге. Так все, ну, складывалось. Тут Володя, тут Миша, и все говорят о Боге, приглашают в один же дом молитвы. Но я же то православный человек, как я куда-то пойду? И в четверг я пошел в православный храм, чистый четверг, и меня поразило там, что там произошло. Много людей, свобода пришла, такая толпа была, эти лампады попрокидывали, кому-то плохо. А у меня в сердце понимание так к Богу не должно приходить. Это не давка за колбасой, это Бог, это не должно такого быть. И тут уже приезжаю домой, и говорю, вот так и так, меня вот в церковь пригласили. И помню, бабушка мне говорит, отчего, говорят, хорошие люди. Вот к нам в деревню приезжали, говорят о Боге, ничего плохого не говорят. И я так думаю, надо сходить. Пригласил меня Володя в церковь на грунтовой. Были мы там, слушали. Для меня все это новость была. И как-то ничего мне не касалось, просто интересно было, смотрел и слушал. И вот когда наш брат Иосиф Иосифович приглашал к покаянию, встает такой человек и говорит, что он был очень сильным, таким воинствующим, учился убивать людей. А я только уволился с армии, боевой десантник, сижу и думаю, ну вот какой ты там воевой, если к тобой силой померятся. И мысль приходит такая, ну ты за него будут молиться, а за тебя нет. Как это так? И тут Володя меня в бок толкает, иди, хай помолятся. И это время, которое, ну, тот, которого Бог касался, тот поймет это. Как только я встал, принял решение, сам Господь повел меня. Когда встал на колени, предложили, я такого в жизни никогда себя не видел. Яма такая грязная, вонючая, и ты в этой яме. И выхода нет. Это беспросвет. Сколько раз ты карабкаешься и срываешься на дно этой ямы. И тут свет любви. Это любовь-полнота. И ни одного упрека в этих глазах, в этих добрых руках, которые тебя из этой ямы подняли. Я только сказал, Господи, прости, я плакал, как ребенок. Здоровый десантник, накачанный, в тельняшке. Плакал. Кто пережил эту Божью любовь, тот, наверное, никогда ее не сможет забыть. Полноту этой любви. И с тех пор, вот уже почти больше, чем с 91-го года, я знаю, как Бог меня любит. И понимаю, что я просто несовершенный человек и недостоин многих милостей, которые Он являет. Но великая благодать в нашей жизни, что Он просто любит. Я прекрасно понимаю тех людей, на которые живут в этом мире, что сердце ихнее и внутреннее ихнее душа, они так нужны, чтобы кто-то о них заботился, кто-то их любил. Есть тот, который просто любит нас. И вспоминается такой пример, когда маленький мальчик вышел рассказать 22-й Псалом. И он говорил такие слова, что Господь пастырь мой и забыл. Потом опять говорит Господь пастырь мой и забыл. Еще раз сказал Господь пастырь мой, расплакался и убежал. И тут Господь поднимается сюда и говорит, дитя мое, а этого достаточно. Дорогие братья и сестры, оглядываясь на свою христианскую жизнь, я очень благодарен Господу, что Он такой добрый и любящий. Священное Писание учит каждого из нас, что Его любовь, она безгранична. И Он предлагает нам эту Свою любовь. И может быть, я в своей жизни очень часто говорю об взаимоотношениях с Ним, о том, что Он, любить Его, это больше всего, и это смысл нашей веры, это отношение с Ним. Это не религия. Это не просто в воскресный день побыть в собрании. Это поклониться тому, кто очень любит себя. Когда Бог дал мне покаяние, когда все мои родные восстали, я жил вне дома. Было великое счастье, когда ты преклонял колени, и сам Иисус приходил. И может, я не гладил по голове, физически, но духовно я был у Него на руках, я плакал, я благодарен был Богу, что можно ради Него пройти от многого, отказаться, но Его не потерять. Иисус, который реальный, сильный, коснулся моего сердца, Он и до сего дня помогает идти за Ним через многие перипетии жизни. Многому Господь научил за эти годы, но, глядываясь на жизнь, мне хочется сказать вместе с Давидом, что между мы мы пришли по прекрасным местам. Почему? А потому что вера укрепла. Я уже не только верующий, но я и знаю Его, знаю Его голос. И очень тоскливо бывает сердцу, когда, идя по жизни, ты поступаешь не так, как Ему нравится. Ну, что самое важное, и не укоряет. Он так нежно подсказывает твои ошибки, вразумляет. И, как говорил, всегда ждет твоего покаяния. В Матфея 22 главе однажды подошел фарисей, один законник, и спросил, искушая Иисуса, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумением твоим. Ся есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнее твое, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, благословен наш Бог. Нету большего служения Богу, чем Его любить. И Бог говорит, что мои отношения с тобой, как с сыном, или как с дочерью, строятся только на основании любви. заставить нас любить, Бог не хочет заставлять, и нас быть Его детьми Бог тоже не заставляет. Да, мы дети Божьи, Он искупил нас, Он намыл, но самое лучшее взаимоотношение, это отношение любви. И Бог говорит, если ты хочешь двигаться, расти и радоваться в этой жизни, то Бог говорит, самое первое, что должно быть в твоей жизни, где-то любить Его. Это просто Его любить. А любить, это написано, как в Священном Писании, исполнить Его Слово, исполнить Его заповедь. Чтобы вот это Слово, если ты любишь Бога, тебе очень трудно приступить, что здесь написано. Ты не пойдешь спать, пока не покаяешься, если ты приступил, то, что написано здесь. Если ты любишь Его, ты готов идти, посетить прощение, кого ты обидел, или неправильно поступил, ты любишь Бога. Почему? Потому что придет время, ты станешь с Ним общаться на коленях. Как ты будешь с Ним говорить? Как ты с Ним поговоришь? Написано, что лицемер пред Ним не сможет иметь общение. Не получится. Да, мы знаем слова молитвенные, мы знаем, как что говорить, но живого, близких отношений, как с Отцом, не получится. Бог говорит, будь со мной открытым. Сегодня говорил брат передо мной о покаянии. И наше покаяние вытекает тоже из нашей любви к Богу. Писание говорит, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. То есть, если ты печалишься, потом уже тебя кто-то обидел и горечь твоя тебя печалит, то это мирская печаль, которая придет к смерти, будешь тосковать, унывать, придешь в депрессию. Но если ты печалишься от того, что, Господи, я гордый, я обиделся, прости меня, печаль ради Бога. Господи, что я не прав перед Тобой, прости, дай мне, по Господи, иметь отношение с Твоей, прости меня. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Исполнение первой заповеди, исполнение того, что Бог хочет в нашей жизни, он придет полнотой благословений в нашей жизни. Я не скажу, что я очень сильно люблю Бога. У меня в сердце, наверное, как в том пса, он сказал мне, что моя любовь посоединяется с Тим, как тусклая лучина. И, идя за Ним, я замечаю, что Он намного больше любит меня, чем я ее. Но великое счастье, что Он любит каждого из нас. Сегодня враг хочет, чтобы мы стали просто религиозными людьми. Чтобы мы выросли, даже те, которые в верующих семьях, хоть по обряду, по обычаю, пришли, побыли, отбыли собрания, можно ходить в церковь десятилетиями, а примириться с супругом невозможно, обида не дает. Это не любовь к Богу, это любовь к себе. Любовь к Богу, в том, Господи, я хочу, как учишь меня об этом Ты. И 22-й псалом чудесное обетование говорит каждому из нас. Когда мы любим Господа, когда Он для нас центр жизни, то Господь говорит, что я пастырь твой, я поведу тебя. Бог говорит, что я проведу тебя и однажды введу тебя в чудесное царство, которое Он приготовил всем, возлюбившим явление Его. Те, которые Его не любят, те, которые считают, что благочесть служит только для прибытка, они однажды могут просто туда не войти, не получится так. Взаимоотношения с Ним строятся. И вот, наверное, самый лучший муж по сердцу, который имеет свидетельство в Библии, это Давид. Ошибался, падал, многого чего не получалось, но муж по сердцу, который очень любил Бога, и все его псалмы описаны об этом. Особенность Его какая была, он всегда с Ним имел совет. Он не жил по опыту, он не жил по прошлому, он говорил, Господи, пойду ли, от нему ли, иди, как это сделать, иди, делай. Отношение с Богом он решил и поступал, как Бог давал ему совет. Когда Давид согрешил, он написал для всего Израиля, для всего мира, 50-й псалом, и разнеслось это по всему, и он не стеснялся покаяться в своем грехе. Тоска у него была в сердце, у него было желание, чтобы иметь это спасение и вечную жизнь с Богом. Радость спасения верни мне. Он понял, что потерял нечто великое. Смотрите, 22-й псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это если Он пастырь. И если Он пастет в нашей жизни, а пастет тех, кто возлюбили Его, Он заботит тех, кто Его овцы, а Писание говорит, что овцы Его слушаются, голос Его и следуют за Ним. Благословен наш Бог, и Писание говорит, Он покоит меня на злачных парусах и водня к водам тихим. Прокормит нас Господь. Его забота великая о нас. В любом служении, когда мы приходим, мы всегда услышим это чудесное слово, которым Бог напитает наше сердце. Обязательно. Приведет к водам тихим, где успокоится страждущая душа. Всегда такое будет. Очень трудно становилась моя душа. Очень тяжело мне было. Приходилось многие трудности, переходить внутренние переживания. Но всегда были тихие воды в моей жизни. Всегда, когда я мог успокаиваться, утешаться, проходить через эту долину трудностей и искушений, всегда приходило это. Подкрепляй душу мою, направляйте мне на стезе правду ради имени своего. Благословен Бог. Если ты любишь Господа, Бог говорит, что ради самого себя, ради имени своего Бог говорит, я подкреплю тебя и укреплю тебя на стезях правды ради своего имени. Не пошатнешься, не отступишь, не упадешь, не уйдешь. Да мало у нас силы, да мы слабые человеки, но Бог говорит, я сильный, я твой Бог. Это слова обетования для тех, у кого Господь пастор. Невозможно его оставить, невозможно потеряться у него. Господь сказал, что никто не похитит из руки Твоей. Слава нашему Иисусу. Очень многие люди в это время последние говорят, что враг силен, а сатане могут говорить, что он то, то, то сделал. Но молитва, Отче наш, последние слова. Ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Благословен наш Бог. Писание говорит, что он владыществует по воле своей и делает, что хочет. Это наш Бог. И если мы в его руке, если мы согласны слушаться его голос, чудесный пастух, который не жезлом гонит, который не кнутом загоняет, который сказал, пошли. И мы с вами согласились. И такие не забудутся, такие не пропадут. И вот 4 стих говорит, если я пойду долиной смертной тени и не боюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жест и Твой посох, они успокаивают меня. Слава нашему Господу. Однажды я работаю водителем и зимой ехал через перевал на Урале. Столько аварий я еще никогда не видел, столько фур валял, я этого никогда не видел. И бывают такие подъемы или спуски коленей. Он говорит, Господи, выведи. Я когда я молюсь, говорю, Господи, вот есть еще свободное место. Поехали со мной. Поговори со мной. Господи, я хочу понимать, слышать Твой голос. Я не хочу жить в страхе или в боязни. И приходит глубокий Божий мир. Братья и сестры, работает. Работает, когда Бог с нами. Ты не боишься зла. Бог с тобой. Его охрана и защита работает. Господь, пастырь мой, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают Тебя. Жезл, Божья власть, которой ничто не может противостоять. И Твой, этот посох, доброго пастыря, который позаботится и сохранит Тебя. Ты приготовил предо Мною трапезу ввиду врагов моих. У Масилии, голову мою, чаша моя приготовлена. Интересное место Священное Писание. Такое короткое. Ты приготовил предо Мною трапезу ввиду врагов моих. Есть и питаться, благоденствовать, когда враг желает Тебе зла. Когда скажешь, когда скажешь на Тебя зубами, а у Тебя благоденствие, у Тебя полная чаша Божьего благословения. Бог заботится о каждом из нас. Но опять-таки, возвращаясь в первую стиху, Господь, пастырь мой. Иногда, можно слышать такие проповеди, возможно, не в нашей церкви, но слышно, что Бог даст Тебе полноту всего. Ты будешь изобиловать во всем и вся. И как-то оценки склоняются только к земному. Только вот к тому, чтобы есть, насыщаться, иметь дорогие вещи, иметь какую-то внешнюю. Но здесь наговорится о Твоем духовном состоянии, что душа Твоя, что Ты будешь жить там, где многие не смогут жить. Господь сказал, кто будет вкушать хлеб, да, телом и пить кровь, будут иметь жизнь себе. Слава нашему Господу. Жизнь внутреннюю, в которую никто не сможет забрать. Жизнь, которая бьет ключом. От Господа. Почему? Связь с небом есть. Ты дитя Божье. Кто в эти отношения может вмешаться, когда ты сегодня имеешь разговоры и отношения с Ним? Чудесную мысль, у меня брат Миша подметил утром, что мы не выходим из церкви. Мы не выходим из нее. Мы живем в ней. Мы живем во дворах дома Господа нашего. Мы же там живем. Мы можем всегда иметь с Ним отношения. Всегда прийти, поклониться. Всегда иметь с Ним совет. Заболел и не понял, что прибежал к Нему и спросил, как поступить или что делать. Может, в чем-то сам виноват. Господи, подскажи, вразуми нас так. Его любовь, великая любовь. Мы много можем о ней говорить, но надо ее вкусить, попробовать. Свое сердце я не отдам никому из вас. Свои внутренние переживания я вам не покажу, не отдам. Но Бог говорит, приди ко мне. Вкуси, как благ Господь. И кто его вкусил однажды, уже не пойдет к этим мутным источникам. Когда Бог дал мне покаяние, когда Бог дал мне рождение свыше, все восстали. Девушка, с которой у меня отношение и то восстало, и что и ушел на полгода. И жизни нет. Нету была жизни. И однажды я говорил своим родителям и сказал, говорит, мама, хочешь, чтобы я был счастливым? Она говорит, ну, конечно. Она говорит, я вернусь в дом молитвы. Я вернусь в церковь святого Бога. Нету там жизни. За порогом церкви нет жизни, визуальное, показное что-то. Внешнее, мишура, когда всего мало, когда идол постоянно хочет захватить тебя грех не насытим. Не насытишься грехом. Одно насыщение в отношениях с Ним. Одна радость, когда в отношениях с Ним. И Священное Писание учит каждого из нас, чтобы мы исполнялись Духом Святым, назидая самих себя. Дорогие хористы, дорогие братья и сестры, если вы хотите, чтобы Бог действовал, слова песен, это должны быть слова вашего сердца. Это должны быть ваши слова, чтобы Бог мог двигаться. Иначе не будет назидания ни тому, кто поет, ни тому, кто слушает. Богу не нужны пустые слова. Просто о Боге. Бог говорит из сердца, из глубины, воспойте Господу, воздайте ему славу. Поешь о славе, пускай это будет из твоего сердца слава твоему Богу. Не должно быть пустых, молитвенных слов или молитвенных отношений. Бог наш Бог живой. Так, благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Благословен наш Бог. Если Господь паст, это обетование, что благость и милость будут сопровождать. Дорогие братья и сестры, она сопровождает нас. Бог хранит каждого из нас, наших детей. Каждого из нас в отдельности. Мы живем на седьмом этаже, и моя жена, как и любая мать, переживает за детей, выглядывает в окно, где там дети гуляют. И сердце ее переживает. А я ей говорю, а что ты сделаешь с седьмого этажа? А он там. Доверь Богу. Себя, своих детей, свою семью, и благость и милость. Она сопроводит, она сохранит. И ты увидишь Божье благословение. И что будет? Я пребуду в Доме Господнем многие дни. Наверное, когда приходит среда, то благость и милость многих не сопровождает. Нет желания быть в Доме Божьем. Почему сердце не влечет сюда? Неужели Слово Божье перестало быть интересным и вкусным для духа, для сердца? Что-то произошло. Какие-то приоритеты стали меняться, братья и сестры. Неужели Бог доволен, что когда есть служение, я могу быть, но я сознательно остался и не пошел. Люблю я Бога. Люблю я Бога. Когда есть время и возможность побыть в отношениях с церковью, с братьями и сестрами, прохлечения и помолиться. Суета и захламила, и забрала все. Люблю ли я Бога? Приоритеты нашей жизни. Я никого сегодня не обличаю, но просто я рассказал свое свидетельство. Я очень хочу, чтобы Бог славился и прославлялся в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни церкви, в жизни нашего города. Была слава Господу. Но Бог говорит и хочет брать и уделать тех, которые Его любят. Бог не будет нас заставлять. Да и заставить любить невозможно. Невозможно заставить любить. Не получится так. Бог говорит, возлюби. Это желание есть. И потом, когда мы любим Бога, от Бога приходит любовь в твое сердце. Ты можешь любить ближнего. Ты можешь любить супруга, детей. Ты можешь полюбить врага даже. Почему? Потому что у тебя первое исполнено заповедь. Ты в этой Божьей любви. И потом исполняется любовь и совокупность совершенства. Входишь в совершенство, слова у тебя красивые. Говоришь и поступаешь правильно. Не под закон, но под благодатью. В Божьей силе. Бога любишь. Это основное. Иногда бывает возможность молиться за людей, которые имеют какие-то несвободы или какие-то трудооховные вопросы. И я просто замечаю, нарушена первая заповедь. Нарушена первая заповедь. Нету вот исполнения любить Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью. Надо, говорит, надо вот это вот оставить. Это непотребно, это ненужно. Оно заняло часть сердца и не уходит. И написано, любишь, да, я люблю Бога. Я хожу в собрания по воскресеньям, по праздникам. А часть сердца занята. А Бог говорит, мне нужно все сердце. Во всей полноте. Я не буду твое сердце с чем-то делить. Оно мне нужно все. Для чего? Чтобы нам было хорошо. Нам, как творению Божьему. Как Его детям. Потому что Бог говорит, только тогда вы будете счастливыми людьми. Не иначе. Когда все сердце в полноте отдано Господу Иисусу Христу. Я хочу еще раз помолиться вместе с вами. Мы все несовершенные. Я один из них. Давайте попросим, чтобы Бог благословил нас с большей любитью. Субтитры создавал DimaTorzok